Имеет ли значение цвет одежды или цвета того, что вас окружает? Вам необходимо понять. Начнем с того, как получается цвет. Почему сейчас эта одежда выглядит белой? Потому что, когда на нее падает цвет, она отражает его полностью. И поэтому выглядит белой. Почему сейчас это кажется красным? Не потому что объект красный. Просто он удерживает все другие цвета и отражает только красный цвет. Вот почему вы видите его красным. Но то, что является красным для вас, может вовсе не быть красным для другого существа. Если вы нарядитесь в яркую разноцветную одежду и встанете перед своей собакой, она посмотрит на вас без всякого интереса. Потому что она не различает цвета. Она видит все черно-белым. Вы знали об этом? Так что не нужно наряжаться для своей собаки. Я обращаюсь к любителям собак. Носите только черно-белое. Другие цвета для них не сработают. Вы не впечатлите свою собаку ни красным, ни зеленым, ни синим цветом. Так что цвет – это не то, чем он является. Цвет – это то, что он отдает. То, что вы отражаете, будет вашим цветом. То, что вы удерживаете, не будет вашим цветом. Такова природа жизни. И это касается не только цвета. Такова природа самой жизни. Сегодня, если вы излучаете любовь, люди будут видеть в вас любящего человека. Если вы сдерживаете всю свою любовь, словно хранилище любви, вы полны любви, но не излучаете ее, люди будут думать, что вы такой. Если вы излучаете радость, люди будут думать, он очень веселый человек. Если вы хранилище радости и сдерживаете всю свою радость, потому что хотите забрать ее с собой на небеса, люди не будут вас воспринимать как радостного человека. Не так ли? То, что вы отдаете, всегда является вашим качеством. Не так ли? Это справедливо не только для человека. Такова природа самого мироздания. То, что какая-то субстанция распространяет, является ее качеством. Итак, вот это отражает все, поэтому одежда белая. Это отражает только красный цвет, значит объект красный. Это отражает только синий, значит синий. Все остальное удерживается. Вы не видите то, что он удерживает, вы видите то, что он отдает. Имеет ли цвет значение для человеческого сознания или для какого-то духовного процесса? Он имеет значение в том смысле, что цвет, который вы отражаете, естественным образом добавляет что-то к ауре, которую вы несете. Люди на пути аскезы не хотят носить ничего, потому что они не хотят добавлять что-то для себя. Они просто хотят работать с тем, что у них есть. Они не хотят брать на себя что-то дополнительное. То, кем вы сейчас являетесь, это уже довольно много, чтобы это проработать. А если продолжать прибавлять еще и еще, это все усложняет. Поэтому им ничего не нужно. Они ходят голыми. Если общественные нормы не позволяют им ходить голыми, они надевают небольшую набедренную повязку, чтобы это не создавало проблем в социальном плане. Но смысл в том, что они не берут на себя ничего, кроме того, чем они уже являются. Они знают, что и этого уже достаточно. Есть и другие аспекты, но я говорю о цвете. Итак, оранжевый. Всем 114 чакрам, или скорее 112 чакрам, приписывается какой-то цвет. Двум чакрам не приписывают никакого цвета, потому что они не физические по своей природе. Все в физическом мире отражает свет. Вы понимаете, о чем я говорю? Если что-то отражает свет, в вашем восприятии оно будет обладать цветом. Оно может не иметь никакого определенного цвета, или обладать цветом, который отличается от того, что вы видите. Вы видите только то, что отражается. То, что вы видите — это отраженный свет. Вы не видите цвет сущности того, на что смотрите. Вы видите не цвет предмета. Вы видите только цвет отраженного света. Черный цвет ничего не отражает вообще. Он удерживает все, поэтому становится черным. Например, мы говорим, что трава зеленая. Нет, трава не зеленая. Она отдает зеленый цвет, поэтому мы видим ее зеленой. Небо голубое. Нет. Небо не голубое. Если вы подниметесь в небо, вы увидите, что синевы там нет. Небо голубое совсем по другой причине, потому что качество преломления синего цвета отличается от других цветов. Вот почему небо голубое. Так почему же для различных видов духовных процессов мы используем различные цвета? Те, кто находятся на таком пути, когда они не хотят ничего набирать, они будут носить белое. Те, кто занимается более умеренной садханой, они находятся на духовном пути, но вовлечены в различные аспекты жизни, однако не хотят собирать жизнь вокруг себя. Они хотят участвовать в жизни, но не хотят ничего набирать. Такие люди выбирают носить белое. Люди, которые занимаются более интенсивной садханой, которая ориентирована на определенную чакру в теле, которая известна как Агна, она находится между бровями. Такие люди будут носить оранжевое, потому что цвет этой чакры оранжевый. Они хотят излучать этот цвет, потому что весь процесс связан с просветлением и достижением этого состояния познания. Открытие такого измерения восприятия, которое называется третьим глазом. И они ищут охру или оранжевый цвет, потому что это цвет Агны. Желтые одежды носили буддийские монахи, потому что процесс, который Гаутам дал для начальной стадии буддийских монахов, был очень простым. Он выбрал этот процесс, потому что он не требует какой-либо подготовки, но он хотел создать волну осознанности. Это означало, что он не задерживался в одном месте больше, чем на день, и постоянно переезжал из деревни в деревню, из города в город. Не было времени готовить людей к какой-либо практике, поэтому практика, которую он давал, была очень простой. Но он все равно обращал их в монахов. Он менял их жизнь, но не давал им достаточно подготовительных шагов. Поэтому он сказал им носить желтую робу, потому что желтый — это цвет Муладары. Самая базовая чакра в теле — это Муладара. Он хотел, чтобы они были устойчивыми. Самое главное для монаха — это практика стабильности в своей жизни. Поэтому он просто хотел, чтобы они были стабильными. Им не нужно улетать в блаженное переживание. Им не нужно становиться просветленными прямо сейчас. Они ничего не должны достигать. Они просто должны научиться быть устойчивыми, потому что он готовил солдат, чтобы встряхнуть мир осознанностью. Поэтому он велел им носить желтые одежды. Позже, когда они переходили на другой уровень, который он назвал архатами, архаты в буддийской традиции носили одежды цвета охры. Это оранжевый цвет, который носят все индийские саньясины. Но после смерти Гаутамы, когда они пытались распространять буддийский образ жизни, по крайней мере, 30% населения Индии были саньясинами или монахами по своей природе. Такой была культура. Так что они стали просто еще одним типом монахов. Их приняли, и те стали как бы частью всего этого. Они не могли сохранять свою четкую идентичность. Так что от охры они пришли к более бордовому цвету. Больше ради самоидентификации, потому что они просто смешались бы со всеми другими йогинами и монахами, которые ходили повсюду. Поэтому они хотели установить четкую идентичность и пришли на бордовый цвет. Но основной буддийский цвет по-прежнему желтый, потому что желтый является цветом муладары, и этому можно учить без подготовки. Ни подготовки, никаких учений, ничего. Простой процесс, чтобы стабилизировать, стабилизировать. Такому процессу учат, когда вы намечаете духовный путь на несколько жизней. Эта традиция все еще продолжается в буддийском образе жизни. Они перевоплощаются и перевоплощаются, чтобы делать все больше и больше работы. И поскольку процесс таков, в его основе стабилизация, а не реализация. Вот почему желтый цвет. Деви всегда красная, потому что красный — самый насыщенный цвет. Из всех цветов красный — самый насыщенный. И женское начало олицетворяет это. Нравится вам это или нет? В женщине есть желание быть похожей на цветок, потому что природа дала ей такую возможность. В женском начале есть определенное качество, присущее цветку. Когда мы говорим «цветок», большинство людей сразу же представит красный цвет. Красный цветок — вот настоящий цветок. Другие цвета — это нечто промежуточное. Красный цвет насыщен. Это цвет насыщенности. Деви, или женская форма божественного, является самой яркой формой, тем, что никто не может упустить. Вот почему в каждой деревне, в каждом городе Индии, даже если там есть другие большие храмы, мы создаем храм Деви. Вы входите в храм Деви, и она бьет вас по лицу. Вы не можете пропустить это, потому что это насыщенность. Цвет насыщенности всегда красный. Не важно, что ты за человек. Если ты придешь полностью одетым в красную одежду, люди сразу же начнут думать, что вы очень энергичны и насыщены, даже если вы не такие. Да или нет? Красная одежда внезапно заставляет вас чувствовать себя так, словно вы полны энергии. Для выполнения определенного типа саданы, которая ориентирована на Деви, необходим красный цвет. Самое важное в вашей жизни, как правило, красное. Ваша кровь красная. Если она недостаточно красная, в этом нет ничего хорошего. Цветы красные, восходящее солнце может стать красным. Все, что вы считаете насыщенно живым, вы склонны красить в красный, потому что есть связь между красным цветом и насыщенностью. А Деви — это проявление насыщенности, которое вы не можете пропустить. Поэтому в храмах Деви всегда очень активно задействован красный цвет. Во многом используются только красные цветы. Повсюду пролита кровь. Мы не занимаемся кровопролитием. Но так или иначе она нуждается в том, чтобы проливалась жизнь. Либо вы должны знать, как пролить свою жизнь, не убивая себя. Если вы не знаете технологию, вам нужно будет убивать. Мы знаем технологию, поэтому не убиваем. Те, кто не знают технологию пролития жизни без умершвления тела, будут резать тело. В большинстве храмов Деви ежедневно совершаются жертвоприношения. Так что цвета имеют некоторое воздействие. Они определенно влияют на некоторые вещи. Но это далеко не все. Редактор субтитров А.Семкин